И еще один вариант выживания вообще без коммунальных услуг, без воды, тепла и газа. Уже два года в таких условиях прозябают женщины из общежития в Чугуеве, Харьковской области. Правозащитники, не подбирая слов, называют эту ситуацию пытками, но поставить здание завода банкрота на свой баланс мэрия отказывается. Почему, выясняли наши корреспонденты. Елена Ивановна показывает удобство на улице. Вот наш туалет. И дети выросли у нас с этим туалетом. У меня два сына выросло здесь. Эту яму для мусора жители выкопали сами, а колонку, где берут воду, замотали старой шубой, чтобы не замерзала вода. А то берем тряпку на палку, да, и бензином его обливаем, зажигаем и греем. Эти люди заселились сюда в конце 50-х. Когда-то работали в подсобном хозяйстве при пионерском лагере, который принадлежал велосипедному заводу. Лагеря давно нет, завод банкрот. А девять семей таки остались здесь жить. Вот этот газовый котел когда-то обогревал их комнаты. Но газ отключили. С долги мертвых душ, которых прописал завод и мэрия. Отключили в 2015-м, 4 апреля. Всё. Без приготовления пищи ставили, без газа ставили. Общую кухню закрыли на замок. Газовые плиты не работают. На электропечке. А печки у нас нет 200 вольт. У нас нет. У нас малый свет, еле блестит. А обогреватель я же не включаю. Холодина в хате такая, что холоднее, чем на улице даже. На велозаводе, которому принадлежит общежитие, говорят, готовы передать здание городу. Но власти Чугуева ставят всё новые и новые условия. В мэрии сообщают, у жителей на руках акции на 21 миллион гривен. И предлагают за счёт ценных бумаг выкупить у завода свои комнаты и создать СМД. А пока газ для отопления могут включить только по промышленным тарифам. Ведь и общежитие – собственность предприятия. Предоплата 25 тысяч гривен и ежемесячная предоплата за потреблённый газ. А пока продолжается бюрократический пинг-понг между заводом и мэрией, людям предложили спасаться от холода примитивным способом – ставить буржуйки. Анастасия Старовой, Светлана Шекера, Александр Яновский. Подробности телеканал Интер. Харьковская область. Продолжение следует...